Фронтовая авиация Это меч военно-воздушных сил Лезвием советского воздушного меча стал МиГ-29 Лучший истребитель конца 20 века в фильме «Оружие» В 60-е годы прошлого века в Советском Союзе и Соединенных Штатах Америки Которые занимали доминирующее положение в производстве авиационной техники Прорабатывались возможности использования так называемых легких истребителей Для более эффективного использования тактической авиации Военные теоретики посчитали телесообразным иметь в ее составе Как тяжелые и дорогостоящие истребители Взлетной массой 19-20 тонн С мощным вооружением и совершенным бортовым оборудованием Так и значительно более легкие и дешевые самолеты Массой 9-10 тонн С менее сложным оборудованием Ограниченным боекомплектом Только ракеты малой дальности и пушка Но обладающие более высокой маневренностью На основе опыта боевого применения основных фронтовых истребителей Предыдущего поколения Кропотливого сбора и анализа данных Появились эскизы и наброски универсальной машины В наибольшей степени отвечающие требованиям фронтовой авиации Разделение истребительное на легкие и тяжелые Это, в общем, исторически уже сложившаяся вещь И она связана с тем, что Особенно сейчас это очень сильно заметно Самолет тяжелый, очень дорогой самолет Самолет, который продавать трудно И покупают тяжело Истребителей легких Построено на порядок больше, чем тяжелых самолетов В 1969 году в СССР был объявлен конкурс На создание нового боевого самолета Перспективного фронтового истребителя Свои проекты предложили ОКБ Никаяна, Сухова и Яковлева Субтитры создавал DimaTorzok Девятого декабря 1970 года Конструкторское бюро понесло тяжелую трату Скончался его основатель Артем Иванович Микоян Сотрудникам коллектива предстояло доказать Собственные способности самостоятельно Без помощи идейного вдохновителя Всех предыдущих проектов В начальной стадии эскиз машины По своей конфигурации напоминал Высотный истребитель-перехватчик МиГ-25 Но со временем ОКБ Трансформировало идею И в 1971 году Представило проект нового истребителя Со временем изменилось И конкурсное задание Микояновскому ОКБ Было предложено создать Легкий фронтовой истребитель Разработка тяжелой машины В большей степени соответствовавшей Основным требованиям противовоздушной обороны Была поручена ОКБ Сухова В США к тому времени Уже поднялся в воздух истребитель F-16 Наметилось отставание Советской авиапромышленности В проектировании и производстве Самолетов четвертого поколения В 1972 году Министерство обороны СССР Окончательно сформулировало Требования к новой машине Поставив конструкторов В непростое положение Для размещения современного Бортового радиоэлектронного оборудования Созданного на отечественной элементной базе Пришлось устанавливать Громоздкие встроенные системы Это повышало общий вес самолета В результате сокращалось Количество топлива Которое можно было бы разместить на борту И снижался вес боевой нагрузки То есть вооружений Кроме того Маневренность самолета Ограничивалась механической системой управления Однако, несмотря на подобные ограничения Главное требование военных К новому истребителю было неизменно жестким Машина должна быть лучшей в своем классе Увеличение подъемной силы На больших углах атаки Достигается за счет создания Тоже центропланной части крыла Крыло тоже не сплошное Которое состоит из центропланной части С очень большой стреловиной И консольной части С меньшей стреловиной Вот если вы посмотрите Ф-15 То там этого нету Впервые вот этот вот Корневой наплыв Был сделан у нас На помощь конструкторам Пришли ученые ЦАГИ Центрального аэрогидродинамического института Имени профессора Жуковского После обширных исследований Испытаний Была выбрана интегральная Аэродинамическая схема Опытного самолета Крыло со стреловидностью 40 градусов Имело развитые корневые наплывы Последние самолеты Типа Су-27 Которые появились у нас На них поставлена система управления Позволяющая летать на самолете С так называемой Статически неустойчивой Аэродинамической гопановки Что это означает? Это означает, что если самолет Без системы управления будет Им вообще нельзя управлять И он вообще не может лететь Он сразу теряет устойчивость И может разбиться Ну, конечно, есть вопрос А чем делать эти статически неустойчивые Аэродинамические компоновки самолетов? Ну, это вопрос связан с маневрами Чем более неустойчив самолет Тем возможность маневра Быстрого маневра совершать имел В конструкции опытного образца Использовались сплавы из алюминия и титана А также композитные материалы Все это вместе Дает возможность самолету иметь перегрузку 9 Перегрузка 9 Это когда Вы сами понимаете Та перегрузка максимальная для летчика Который может выдержать довольно приличное время И на которой он может, не теряя сознание, пилотировать И поражать цель В воздухозаборники машины Имели принципиально новую конструкцию Которая предотвращала попадание посторонних предметов На взлете Немало пришлось потрудиться и с силовой установкой Опытный образец поднялся в небо 6 октября 1977 года Он и стал прототипом будущего знаменитого истребителя Всего было построено 18 опытных моделей На которых проверялись заявленные в проекте Характеристики самолета и его систем После завершения испытаний стало ясно Что конструкторам в очередной раз удалось произвести машину Отвечающую самым высоким летно-техническим и боевым требованиям МиГ-29 Одноместный многоцелевой истребитель Название по классификации НАТО «Фулкрум» Длина 17,3 метра Размах крыльев 11,4 метра Максимальная взлетная масса 18100 килограммов Силовая установка Два турбореактивных двигателя РД-33 Максимальная скорость 2450 километров в час Скороподъемность 19800 метров в минуту Практический потолок 18000 метров Практическая дальность До 2100 километров С подвесными баками Вооружение 30-ти миллиметровая пушка ГШ-301 Неуправляемая авиационной ракетой Управляемая ракетой Малой и средней дальности Другая боевая нагрузка Массой до двух тонн В 1982 году После завершения Первого этапа Летных испытаний В УКБ Было развернуто Серийное производство Нового самолета Параллельно Шли войсковые испытания Советское правительство Требовало срочно Оснастить ВВС Многообещающим истребителем В 1985 году Два авиационных полка На вооружении которых Были МиГ-29 Заступили на боевое дежурство Самолет имел Самое совершенное На тот период времени Ракетное и пушечное вооружение Авиационные ракеты Класса «Воздух-воздух» Предназначенные для ближнего боя До сих пор Не имеют себе равных Радиолокационная станция Позволяет обнаружить И сопровождать 10 целей С одновременным Обстрелом Четырех из них Кроме того Используется Теплопеленгатор И лазерный дальномер Это позволяет Обстреливать цели В режиме полного Радиомолчания МиГ-29 Предупреждает пилота О возможных угрозах Или ошибках Сообщая женским голосом Важнейшую информацию О любых опасных режимах Полета И угрозе со стороны врага Например Сзади противник Или опасный крен Пилоты прозвали Речевой индикатор Наташей Для высокоманевренного Скоростного боя Кабина истребителя Оснащена системой Отображения информации На фоне лобового стекла А также На шлемном комплексом Целеуказания пилота Это позволяет Мгновенно произвести Захват цели Система управления вооружением Не имеет аналогов За рубежом И включает Три взаимосвязанных комплекса Радиолокационную станцию Оптико-электронный локатор И нашлемную систему Целеуказания Три независимые системы Позволяют Выполнять боевые задачи И поддерживать Друг друга в полете Автоматически Если сорвалась работа С радиолокационной станцией То автоматически Переходит на Квантово-оптиолокационную станцию И если самолет Противник Летчик видит Своими глазами То он поворачивает Самолет на цель На шлемной системе Целеуказания Смотрит на цель Дает Смотрение головкам Головки ракет Идут по цели И пускают Ракеты По цели Уничтожают их Эти цели Только Поворотом головы Независимо от работы Радиолокационной станции Или оптико-электронной станции Для экстренных случаев Используется Катапультируемое Кресло пилота С помощью которого Можно безопасно Покинуть самолет Даже на нулевой высоте Международная премьера Нового советского истребителя Состоялась в 1988 году На авиасалоне В английском Фарборо Пилотажные характеристики МиГ-29 Потрясли Западных летчиков И авиастроителей Рассказ о боевом применении Этого самолета В следующем фильме Оружие Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok